Всем привет! С вами Саша Желтов и вы на канале Educate Online. Для многих учиться за рубежом — это большая мечта. Давайте разберемся, можно ли учиться там бесплатно и как это сделать. Смотрите это видео до конца, и вы узнаете о том, как учиться бесплатно за рубежом. И уже после просмотра видео сможете сделать первые шаги к достижению вашей цели, достижению вашей мечты. Во многих странах Европы есть возможность учиться бесплатно, даже если ты международный студент. Это Чехия, Норвегия, Австрия, Германия, Италия, Греция. У нас, кстати, две сотрудницы сейчас обучаются в Италии на бесплатной основе. Привет вам, Женя и Нина, мы вас очень любим. Если мы рассмотрим то, на каких языках обучаются в Европе, то на бакалавриате обычно обучаются на языке страны. А когда вы уже поступаете в магистратуру или в аспирантуру, то там есть уже англоязычные программы. Для того, чтобы поступить, нужно выполнить несколько шагов. Первый момент – это найти тот вуз, который будет отвечать вашим интересам. Второй момент – узнать вступительные требования, что университет будет запрашивать, и посмотреть, что у вас есть, а чего у вас еще нет. И, соответственно, третий пункт – это составить план подготовки, чтобы все, что вуз описывает, у вас было к моменту зачисления. Более подробно об этом мы рассказывали в одном из наших предыдущих видео. Я оставлю ссылочку в описании под видео, и, возможно, она также появится здесь. Когда вы будете подавать заявку, ваши документы на обучение, то также нужно будет подать все необходимые документы для получения стипендий. Это может быть отдельный список документов, и вам нужно найти эту информацию. Подача заявок на обучение идет в установленные университетом сроки. При этом сроки для подачи заявок на обучение и для подачи заявок на стипендии могут отличаться. Обычно это за 6-9 месяцев до начала обучения. Соответственно, если вы сейчас уже рассмотрите такую возможность, посмотрите, успеваете ли вы. Если вы хотите начинать обучение в сентябре, то вам стоит озаботиться этим вопросом уже в сентябре, октябре, ноябре, декабре, возможно, в январе. Важно понимать, что не во всех вузах и не во всех странах можно получить грант или стипендию для бесплатного образования. Например, в Англии для вас делают скидку, возможно, в 2 или 3 тысячи фунтов, а сама программа может стоить 20 тысяч фунтов. Соответственно, эта скидка не очень существенна. Если мы смотрим на Европу, то там возможностей гораздо больше. Если на США, то в топовых вузах есть такое правило – поступите к нам, а по деньгам разберемся. Есть специальный калькулятор, который я оставлю в описании под этим видео, где вы сможете рассчитать ту сумму, которую вам придется платить за обучение в Соединенных Штатах, в таком вузе, как Гарвард и в других топовых вузах мира. Также обучение может быть условно-бесплатным. Например, в той же Италии есть определенные студенческие взносы. Они небольшие и могут составлять 300, 500, может быть, 1000 евро за год. Но вам также об этом стоит помнить. Есть те страны, где вас попросят для получения визы показать определенную сумму на вашем банковском счете. Соответственно, у вас эти деньги должны быть. Все зависит, конечно, от страны, куда вы едете, и от вуза, куда поступаете. Но здесь будьте очень аккуратны. Есть две задачи. Поступить в университет, даже три. Получить стипендию и еще получить визу. Только тогда вы сможете поехать. Большинство грантов и стипендий не покрывают ваши расходы на питание, на проживание. Соответственно, многие студенты подрабатывают во время обучения. И в таких странах, как США, Канада, там заработать можно даже официантам неплохо. При этом вы должны быть готовы, что вам придется и работать, и учиться. Либо у вас могут быть деньги уже на проживание. Но тогда может университет вас спросить. Почему мы вам должны давать грант, если у вас так много денег, вы можете и проживать, и кушать, и прекрасно проводить время в нашей стране? Университеты хотят помочь тем, кто нуждается в финансировании, но не хотят помогать тем, кто занимается читерством. То есть пытаются обмануть систему и как-то сказать, что вы знаете, у нас денег нет, но в ресторан мы идем. Если мы посмотрим на ведущие страны, то те деньги, которые сами ученики или их родители платят университет, это несущественное пополнение бюджета университета. Почему так? Потому что университеты финансируются за счет компаний, за счет государства, за те исследования, которые они проводят. И это огромные контракты на миллионы, десятки или даже сотни миллионов фунтов, долларов или евро. Таким образом, из этих денег, которые поступают в университет, они могут вам выдать стипендию или грант, если вы докажете, что вы интересный кандидат для университета. Университетские стипендии делятся на два типа. Первый называется Merit Pace. Они основаны на ваших успехах. Успехи в спорте, успехи в карьере, успехи в академическом плане. А второй называется Need Based. Соответственно, на той разнице, сколько вы можете платить, и сколько стоит университет, и сколько вам еще необходимых средств. Их выделит либо университет, либо государство. Все это лежит в основе этих стипендий. И они могут покрывать от 10 до 90% стоимости вашего обучения. Здесь как раз на экране вы можете увидеть список тех вузов, где вы такие стипендии можете получить. При этом вам стоит сделать собственную research, собственное исследование. Есть ли в университете Merit Based Scholarships. Если они есть, то будучи прекрасным учеником, либо спортсменом, либо предпринимателем, человеком, который создает собственные проекты, у вас есть все шансы на это претендовать. Что касается стипендий Need Based, то вам нужно будет предоставить все необходимые справки о доходах семьи, о состоянии банковских счетов и доказать, что у вас, по сути, нет денег. Или мало денег. При этом вы должны университету тоже подходить. Нельзя сказать, здравствуйте, Гарвард, я троечник. И они такие, ну вот тебе деньги, потому что у тебя еще и денег нет. Нет, нужно быть топовым студентом, и тогда с вами уже будут иметь такой диалог. Тут есть маленький лайфхак. В России официальная часть зарплаты может быть не столь большой. И справку 2 НДФЛ родителей принимают в зарубежных вузах как доказательство. Соответственно, у россиян или у русскоговорящего населения, привет, Украина, привет, Казахстан, привет, Армения, привет всему СНГ, есть вариант поступить и получить need-based scholarship в международных вузах. Есть также государственные стипендии. И они могут покрывать не только стоимость обучения, но и стоимость питания, проживания и всех активностей, которые у вас есть в стране. Например, британская Chivning. Это стипендия, которая выдается государством Великобритании посредством конкурса. Их достаточно лимитированное количество. Около 1800 на весь мир за год. Чтобы получить такую стипендию, нужно окончить бакалавриат и иметь опыт работы порядка 2600-2800 часов по вашей специальности, либо какой-то волонтерской работы. А плюс ко всему еще показать, что вы будущий лидер. Вам профинансируют магистратуру. Магистратура Великобритании длится один год и покроют все расходы. Если вы такой человек, то подавайтесь на программу. Потому что у многих есть такое понимание. О, там такой большой конкурс, наверное, меня не возьмут. Вот так все и думают, и конкурс становится меньше. Так что, если вы посмотрели это видео, обязательно рассмотрите эту стипендию. На дополнительные расходы они предоставят вам 1100-1300 фунтов каждый месяц. А в рублях это 110-130 тысяч рублей. На эти деньги в Англии можно жить. При этом заканчивать бакалавриат где-то за рубежом для получения стипендии не нужно. Вы можете закончить бакалавриат в России. Такие стипендии предоставляются почти в каждой стране мира. Совсем недавно в России также была программа «Глобальное образование». Но сейчас ее, к сожалению, закрыли. На экране вы сейчас увидите то, какие стипендии предоставляются от государств. Как раз вам, дорогие студенты. При этом важно помнить, что такие заявки нужно готовить заранее. За год-полтора до начала обучения. Есть особенность этих стипендий. Обычно после окончания программы вам будет необходимо вернуться домой. В ту страну, откуда вы родом. И продолжить там работу. Важно понимать, что с российским дипломом обычно на бакалавриат не поступишь. И здесь как раз на помощь приходит наша компания «Эдукейт Онлайн». Где вы, либо ваши дети могут закончить школу за рубежом. С таким дипломом поступить на бакалавриат гораздо проще. И вы сможете доказать, что вы лидер. Вы закончили параллельно программу в вашей стране и еще за рубежом. Вы уже выделяетесь из толпы. И, конечно же, дистанционное обучение в 10-30 раз доступнее, чем очное в зарубежных школах. Специально для вас мы проводим вебинар, на котором рассказываем про все особенности дистанционного образования за рубежом. И того, как поступить, как подать документы в ВУЗы. И вы можете на этот вебинар попасть. Регистрируйтесь по ссылке в описании. И до встречи на вебинаре. На этом у меня все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если оно было для вас полезным, то не забудьте поставить лайк, написать комментарий к этому видео и, конечно же, подписаться на канал, чтобы не пропустить следующие ролики. С вами, как всегда, был Саша Желтов и Educate Online. Единственный канал в русскоязычном YouTube про заграничное дистанционное образование для вас и ваших детей. Увидимся с вами скоро в следующих видео. Всем удачи с грантами, со стипендиями и пока!